Всем привет! Сегодня у нас Чонгук с композицией Seven Feet Lato или Lotto. В общем, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, и мы с вами начинаем. Мне нравятся гитары. Как бы сразу очки социального кредита, добро пожаловать в чат. И вот на них такой прикольный еще хорос висит, а биток, мое почтение, тоже обладает определенным таким легким перегрузом. И, да, я знаю, вы хотите смотреть клип больше, чем слушайте меня. Давайте дальше. И, опять же, само звучание трека, оно такое более американское. Ну, есть у меня предположение, что, возможно, здесь принимали участие продюсеры или артисты, которые как-то связаны с США. Ну, что-то такое в звучании есть. Хотя, опять же, кто знает? Пишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok. Пока можно добавить касаемо ритм секции, что бочка достаточно плотная. Бас подпирает, но не сильно акцентирует у себя внимание. Да и вообще в аранжировке достаточно много места для того, чтобы голос звучал. Ну, то есть, чтобы ничто ему не мешало. Также стоит отметить, что чем дальше идет песня, тем больше деталей появляется, опять же, в аранжировке. Что не может меня не радовать. Ну, и, надеюсь, остальных тоже. То есть, песня прямо претендует на то, что ее можно переслушивать неоднократно для того, чтобы искать новые детали в аранжировке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Насчет данной девушки ничего сказать плохого не могу. Кто-то писал в комментариях, что ожидал, что будет какая-то пошлятина грязь и так далее. Ничего такого. Свою партию она исполнила отлично. Дэйв Клип от этого каким-то пошлым не стал. Поэтому, благо, многие опасения у людей не оправдались. Но вернемся к Чонгуку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, мне понравился клип, сняли здорово. Да и голос Чонгука тоже звучал отлично. Могу сказать от себя, я слышу, что пел он не на пределе своих возможностей. И опять же, чтобы я не сказал, тут дизлайка будет больше, чем обычно, потому что я про святое говорю, кто я такой, чтобы говорить про святое. Ну а если отбросить шутки, самые уничижительные, то в целом, да, пел он не на пределе своих возможностей, но песня того и не требовала. Она достаточно минималистичная на фоне многих других аранжировок, которые нам предоставляли BTS. Но от этого она не менее приятная. В целом, переслушаю я еще пару раз ее. Да само собой, есть некоторые детали, на которые я не обращал внимания специально, чтобы у вас была такая же возможность. Например, парочку интересных синтезаторов. Но в целом, никаких претензий и вопросов к данной композиции нет. Здорово. Посмотрим, какой будет альбом, и будут ли клипы на него. Поэтому, все, что я могу сказать, будем посмотреть. Список бустеров на экране. Большое спасибо всем, дамам и господам, кто продолжает поддерживать, несмотря ни на что. Без вас было бы гораздо-гораздо трудней. И вот ради всего этого дела как раз пришлось встать еще пораньше. Также, бустер, анди-доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас. Пожалуйста, проходите, подписывайтесь. Кому интересно, вступайте, кто может. MP Reviews. Это кей-поп новости. MP Live. Это канал со стримами. Телеграм-канал хаб локации. И сюрприз-сюрприз. Если вы досмотрели до этой части, вот это впервые. А большинство, скорее всего, будет впервые. Есть целый плейлист по BTS. Я его закрепил в 100% подсказке. Марафон BTS, где я смотрю все клипы. И, как обычно, с вами был Максим. Я не говорю прощай, а говорю до новых встреч. Пока.